сегодня создадим игру такую в которой космический корабль стреляет по метеоритам так это нам не надо загрузить спрайты так вот эти все нам нужны так теперь переименуем это все это лазер так это корабль это метеорит так это взрыв метеорит у нас большеватый сделаем его так теперь фон нам нужно чтобы он был во весь экран так теперь это пока вот так лазер поменьше сделаем вот так сначала с фоном разберемся фон у нас должен постоянно прокручиваться то есть будет как будто бы корабль летит на самом деле это будет фон прокручиваться так когда флажок нажат это событие перейти ну на середину чтобы у нас был посередине перейти икс 0 и грек 0 смотрим так все нормально создать клон самого себя у нас будет какой принцип то есть у нас будет два вот этих черных квадратика двигаться постепенно вверх и когда закончится закончится в общем когда движение уже невозможно будет туда то есть закончится координата вот первый из них перенесется вот сюда и они вот так вот будут меняться друг за другом как паровозик создать клон самого себя и повторять всегда что повторять если положение больше чем минус двести сорок то тогда с координатами вспомним то есть ноль ноль у нас вот здесь центр экрана то есть у нас в эту сторону идет плюс в эту плюс в эту минус в эту минус значит пока у нас у меньше чем двести сорок то движение продолжается как только становится больше изменяется координата на двести сорок запишем это если положение у больше чем минус двести сорок положение у больше чем минус двести сорок положение у если положение у больше чем минус двести сорок то у изменяется на минус пять скажем иначе перейти x0 y240 ну вот а теперь для клона когда я начинаю как клон то смысл тот же будет только он начинает будет не от 0 0 а от 0 двести сорок перейти x0 y240 так и вот этот блок нам нужен такой же ну вот проверяем все работает стоп теперь для кораблика сделаем да кстати этот взрыв удалим а сделаем вот что корабль ему сюда костюм добавим взрыв вот так так будет проще так корабль когда флажок нажат это событие повторять всегда если клавиша стрелка вправо нажата если клавиша стрелка вправо так что я если клавиша стрелка вправо нажата то повернуться в направлении Так, повернуться в направлении вправо, идти 10 шагов, и если касается края, оттолкнуться. То есть у нас кораблик должен вот так двигаться, уметь. И если стрелка влево нажата, то повернуться влево, идти 10 шагов, если край оттолкнуться. Так, и тут у нас, наверное, сделать не вращаться. Так, посмотрим, что получилось. То есть кораблик, он сейчас должен вот так передвигаться по горизонтали. Ну вот, он у нас передвигается, заэкранный уходит, только как надо. Так. Теперь сделаем для метеорита. Значит. Или лучше для лазера сделаем сначала. Когда флажок нажат, то есть лазер должен вылетать из корабля. Когда мы нажимаем на клавишу пробел. Вот так будет. Когда флажок нажат. Повторять всегда. Так, сначала он у нас невидим, поэтому спрятаться. То есть если клавиша пробел нажата, опять нам нужен «Если». Клавиша пробел нажата. То он должен перейти на корабль, показаться, повернуться вверх вон туда. Так. Значит, запишем это все. Перейти на корабль. Движение. Перейти на корабль. Показаться. Это внешний вид. Повернуть в направлении. Наверх. Так. И теперь сделаем вот что. То есть он у нас будет двигаться, пока не выйдет за пределы нашего экрана. Как это написать? Тут у нас есть цикл «Повторять» «Пока не». Ну и «Пока не что». Пока не касается край. Так. Касается край. Это у нас сенсор. «Пока не касается край» идти 10 шагов. Вот так напишем. Так. Ну посмотрим, что у нас получилось. Пробел. Вот он у нас летит. Что-то у нас как-то. Попробуем его вот здесь отразить. Ну что. Стоп. Ну вот. То есть он у нас летит. Куда надо теперь. Ну и теперь для метеорита. Что про метеорит у нас известно. То есть он должен у нас возникать в каком-то месте, вот в любом. Не обязательно вот тут посередине, а в каком-то любом вот из мест вот этих. И двигаться навстречу кораблику. Как это сделать? Когда флажок нажат, ну у нас сначала невидимый будет. То есть обратиться. Потом. То есть он должен в какой-то из вот этих мест перейти случайно. Значит сделаем повторять всегда. Перейти в x, y. Команда использует. Какую? x у нас должен быть случайное число. Случайное число. Вообще тут минус 240 до 240. Это наверное много. Поэтому напишем минус 180 до 180. Чтобы у нас не вылезал за пределы вот так экрана. Ну и y сделаем 120. Так. Теперь у нас есть это запасем. Ждать. Чтобы он непрерывно там генерировался. Время от времени. То есть от нуля, скажем, до трех секунд. И создать клон самого себя. Создать клон самого себя. Так. То есть у нас создался клон. Что-то мне не нравится. Кажется он большой. 50 сделаем. Так. Ну и теперь, когда он начинает как клон, нужно разобраться с тем, что он умеет делать. Когда я начинаю как клон, повторять всегда. Во-первых, показаться. Вот он у нас невидимый. Так. Идти 10 шагов. Так. Кстати, он у нас... Направление у него такое должно быть. Идти 10 шагов. Так. Если касается края, то есть сюда он у нас вылетел, то просто удалим этот клон. Значит, если нам нужно... Касается... 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 Край. То удалить клон. Так. Дальше. Если касается лазера, то тоже удалить клон. Получается так. Дублируем. Если касается лазера, то тоже удалить. А если касается корабля, то получается он нас убивает. То есть если касается корабля, то есть если касается корабля, то создадим сообщение. Передать сообщение. Назовем его конец. Так. Ну тут сделаем так. Ждать одну секунду. И стоп. Все. Чтобы мы смогли увидеть взрыв. То есть нам у корабля нужно поменять костюм на взрыв. Перейдем на корабль. Когда я получу конец, изменить костюм на взрыв. Так. Ну и в связи с тем, что у нас вот тут изменяется костюм, в начале игры мы тоже должны сказать, что у него костюм всегда кораблик при начале. Так. Плей. Ну вот, мы сбили один. Ой. Ну вот. Так. Ну и теперь тут можно добавить переменную счет, считать, сколько метеоритов мы сбили. Например, когда мы собьем 10 метеоритов, то игра победа. Но предлагаю сделать это самостоятельно. На этом все. Стоп. Спасибо. Продолжение следует.